Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот это киплица с высаженными томатами 3 дня назад для получения раннего урожая. Она, конечно, обогреваемая. Я сейчас не хотела снимать никакие больше видео. Это видео не запланированное, потому что во время вот этой антистрессового опрыскивания рассматриваешь каждый кустик отдельно и очень внимательно. И я заметила, что томатные-то гномы у нас оказались самые выносливые. Сейчас объясню, в каком смысле. И не по отношению к холоду. Холода сильно тут еще не было. А выносливые по отношению к жаре. То есть они жаростойкие. Я сейчас потом пойду по ряду гномов и покажу вам, сами увидите. Я когда... А, сразу скажу, томатных гномов в этом году в теплице выращиваю впервые. Ради эксперимента. Потому что они очень мне напомнили моих толстоногих сибирячков, которых я очень люблю и при которых я каждый год раньше говорила, что высаживаю для получения раннего урожая только толстоногие. Потому что они не вытягиваются в рассаде. Потому что у них мясистые листья. Потому что они неприхотливые. Потому что они хорошо выносят длительные периоды похолодания. И на жаре они не вянут. Потому что у них вот такие вот толстые мясистые листья. И я говорила, что томатные гномы по строению кустиков похожи на наших вот этих толстоногих. Но мне хочется их испытать, действительно ли они так хороши. И оказалось, что действительно, да. Вот первый этап испытания, когда они вместе со всеми высажены были в самые ранние сроки. Какого? 27-го, по-моему, марта. И в самом холодном ряду. Заметьте, я всегда вот про этот ряд говорила, что здесь самая такая некомфортная обстановка. Там же рядом холод. Вчера было минус 5 ночью, сегодня минус 2. К холоду они относятся хорошо. Почему я поняла, что к холоду они относятся хорошо? Им фиолетово до холода. Потому что, смотрите, я же за ними наблюдаю. Если я когда высаживала, была вот эта вот зависть крошечная-крошечная. Сейчас она прям заметно увеличивается у меня на глазах. А это что значит? Это значит, что растение, вот этот вот куст, он уже продолжает дальше функционировать. Расти, плод наливается. И еще я увидела очень такое мощное появление воздушных корней образования. Сейчас долезем мы туда. Видите вот белое? Это уже новое. Потому что... Ой, блин. Ох. Да, и, кстати, здесь... Сейчас, подождите, подлезу. Видите на стволах? Прямо белые, новые корни, которые говорят, что... Растение хочет дать рывок. Даже при этих условиях. Вот сегодня 9 градусов было ночью. То есть здесь им не это, не канары. Ладно, про холод. Я поняла, что им все равно. А вот еще... Подождите за мою аханье. Я не могу сейчас покажу вам. Вот даже полезла, достала. Не могла вам не показать. Это вот оставшиеся, которые лишние остались от высадки. Это дельта-дайвер. Ну, посмотрите, он как тоже здесь рванул. У него борода новых корней. Этих не было, я вам клянусь. Это я бы не ахнула, я бы видела, я же их выносила сюда. Этот омат хвалится. Он говорит мне, смотрите, какой я сильный, какой я хороший. Высадите меня тоже вместе с этими. Конечно, им обидно, что кого-то высадили, кого-то нет. Ну, короче, я их в ведра буду высаживать. Решила их не выбрасывать. Насчет холода. О-о-о, и дальше. Я всего сутки не была. Вот, смотрите, хожу ахаю-охаю. Дальше у всех прям белые такие бороды. Вот этих воздушных корней дополнительных. Они просят их немножко еще подгребсти. Короче, они хотят сильно рывок дать. Потому что если эти я высаживала в больших мешках, я же давала им больше грунт. А эти бедные сидели в 500-миллилитровых стаканчиках. И теперь они почуяли вольную землю и попрут сейчас. Но самое главное, меня поразило отношение к жаре. Вчера здесь было минус 41. Ой, плюс 41. И тут никак не проконтролируешь. Я вот высаживала здесь, температура все поднимается, поднимается, поднимается. Я и открыть не могу. Почему не могу открыть? Вы понимаете, что там вокруг снег и там минус. Если я открою. Вот прям чуть-чуть вчера форточку сделала. Небольшую щелочку. Если я открою, то все тепло выстудится. И потом через 2 часа, когда солнце зайдет, мне придется снова все это нагревать электронагревательными приборами. И я вот терпела до 38. Я сама здесь вся потом облилась. Потом смотрю, уже 41 градус. Я открыла форточку. Но к чему все это говорю? Сегодня утром последствия той жары я вижу на лицо. Но то, что у меня голова кружилась после здесь работы в теплице, я вообще ничего не говорю. Конечно, жара это такая прям оглушительная. Но проходя сейчас по рядам... Вот смотрите, я делала опрыскивание. Видите, гномы? Вы разве видите каких-то сгоревших? Или каких-то подвялых? Нет. А вот по таким томатам я иду. И я заметила, смотрите. Вот это последствия вчерашней жары. На макушках самые вот эти молодые, самые новые, нежненькие листики, они как бы немножко, видите, подварились. Но они сейчас, может быть, отойдут, а может и засохнут. Именно на самых макушечках, которые вот самые-самые, тончайшие, нежнейшие. И подварились не все, конечно. Я вот прошла сейчас по рядам, но я туда не пойду. Видите, рядом стоят вот с гномами, тоже с тонкими листьями, но они не подварились. Это значит, что какой-то томат к жаре восприимчив, а какой-то нет. Но мне самое главное, нужно было испытать гномов. Жаростойкие они или нет. Но они оказались очень жаростойкие, что я, в принципе, и ожидала. Потому что вот это строение листа, видите, он толстый. У него листовая пластина такая мясистая, но точь-точь, как у моего Демидова и Настеньки. И жару они вообще, ну, как бы, переносят очень хорошо. Если никаких, не придумывать таких определений оглушительных, каких-то поразительных, восхитительных. Короче, оказалось, что томатные гномы самые неприхотливые вот из всей этой теплицы. Потому что в их ряду, в дружном ряду гномов, нет ни одного пострадавшего от жары. На холоде они, видите, как их даже наоборот, эта высадка вот в такие условия их даже стимульнула. Они все как начали корни в это, ну, короче, давать. И смотрю, там появляются новые плоды. И пурпурное сердце появилось. Вот этот вот бой с тенью, он был совсем горошинкой. Так что я в них не ошиблась. А так как я обещала все свои наблюдения, все свои испытания гномов доносить до вас, поэтому рассказываю и показываю очень подробно. Где, как не в моей теплице, совсем вот когда условия неподходящие, казалось бы, для жизни растений, где, если не здесь, испытывать томаты. Тут уж они пройдут такую школу. И что самое хорошее, как плюс этих испытаний, их дети, оно уже передается вот на генетическом уровне, у них память хорошая у растений, их дети, они уже будут знать, что их родители росли вот в таких условиях, что следует ожидать и понижения температуры, и повышения температуры, и, возможно, придется расти в неблагоприятных условиях, то есть они уже будут более подготовлены. Как обычно, на третий, на четвертый год получаются уже идеальные солдаты, которые готовы ко всему. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это о том, что гномы очень неприхотливы, очень выносливы, и в жару, и в холод, ну, безотказные.